Татьяна Попова Как Дед Мороз подарки перепутал Жил-был на свете Дед Мороз Впрочем, нет, неправильно я начал сказку Уверен, что вы догадываетесь, что Дедов Морозов на свете много Иначе, посудите сами, как бы мог один-единственный Дед Мороз справиться со всеми своими новогодними делами Как бы один-единственный Дед Мороз успел доставить вовремя все подарки, зажечь все ёлки, проследить за порядком в каждом лесу Итак, Дедов Морозов, их могут ещё называть Санта-Клаусами, Перновелями и другими именами Много И характеры у них бывают самые разные Я знаком с суровым Дед Морозом И с озорным, и с аккуратным, и даже с немного грустным Дед Мороз, о котором я хочу рассказать сегодня, безалаберный Да-да, это слово отлично подойдёт Ещё когда он был маленьким Морозцем и учился в школе, учителя ругали его за безответственность и лень И угрожали, что не дадут ему диплом Деда Мороза Угрожать угрожали, но диплом всё-таки дали И стал наш Дед Мороз разъезжать в новогоднюю ночь по всему свету И развозить подарки взрослым и детям И вот в прошлый Новый год наш Дед Мороз, как это частенько бывало, чуть не проспал новогоднюю ночь Потому что накануне весь день играл на компьютере в стрелялке Хорошо Снегурочка вмешалась, разбудила Деда Мороза Покидал он кое-как свой мешок подарки и отправился в путь Знаешь, что бывает, когда собираешь портфель в последнюю минуту? Вот-вот, то ручку забудешь, то дневник, то тетрадку не ту положишь Так это портфель, а то мешок с новогодними подарками Вот так и получилось, что подарки, предназначенные для семьи Петровых, перепутались А между тем, мама Петрова, папа Петров, бабушка Петрова, Ира Петрова и Вася Петров Все ждали подарков Они сидели за большим праздничным столом Держали в руках бокалы, взрослые с шампанским, Ира и Вася с соком И старались не смотреть в тот угол комнаты, где сияла огнем елка И все-таки, когда раздался бой курантов, Вася не удержался Посмотрел на елку и заметил, как мелькнул за окном силуэт в роскошной шубе А под елкой появились свертки с подарками Вася, чуть не подавившись соком, нырнул под елку и начал раздавать всем подарки Сначала он схватил небольшую коробочку, на которой было написано «Бабушке», потом конверт для мамы, потом коробочку побольше, подписанную Ире, потом папину, самую большую коробку и, наконец, большой мягкий сверток для себя Согласитесь, нет ничего приятнее и загадочнее, чем разворачивать новогодний подарок Сердце замирает в сладостном и немного тревожном ожидании Что же там? То, о чем ты мечтаешь больше всего на свете? Неужели желанный подарок теперь твой? А вдруг там внутри вовсе не то, что ты хочешь? Вдруг что-то совсем не нужное? Между тем, Петровы развернули свои подарки и... Ничего себе! Роскошная железная дорога, как я в детстве о такой мечтал Что ж, лучше поздно, чем никогда Спасибо Деду Морозу Папа, улыбаясь о весь рот, доставал из огромной коробки рельсы, паровозик, вагончики, фигурки людей и семафор Надо же, новый телефон! Меня и старый устраивал Но раз Дед Мороз так решил, пойду-ка возьму очки и буду инструкцию читать Бабушка, это айфон, самый крутой, такой, какой я хотела Но бабушка уже скрылась в своей комнате, так и не услышав слова Иры Впрочем, Ира недолго завидовала бабушке Открыв свой подарок, она завопила на весь дом Ух ты, круто! Профессиональная косметика и духи французские Ира, тебе всего двенадцать, девочки в твоем возрасте не используют такую косметику Да и духи Но Ира не дала маме договорить Мама, раз Дед Мороз подарил, значит так надо, покажи лучше свой подарок Мама лишь покачала головой и протянула дочке конверт Ира вытащила кусочек картона Ой, мама, это билеты на футбол, а ты разве любишь футбол? Мама не успела ответить, как раздался возмущенный вопль Васи Это что еще такое? Он что, с ума сошел этот Дед Мороз? Даже увлеченный железной дорогой папа оторвался от своего занятия и поглядел на сына Вася стоял посреди комнаты и возмущенно смотрел на огромную шаль с красивым сиренево-голубым узором Да зачем мне шаль? Меня завтра все мальчишки, да что там мальчишки, все девчонки засмеют Но родные не поддержали Васю Ира сгребла свою новую косметику и побежала в свою комнату краситься Папа вернулся к своей новой железной дороге Мама, пробормотав что-то вроде дареному коню в зубы не смотрят Засунула в карман билет на футбол и стала убирать со стола Бабушка в своей комнате нажимала на кнопки новенького айфона Бедный Вася, он даже чуть не заплакал Но вовремя вспомнил, что мужчины не плачут, а действуют Совершенно ясно, что бестолковый Дед Мороз перепутал все подарки Значит надо найти этого Деда Мороза и заставить восстановить справедливость Мальчик тихонько оделся и незаметно вышел из квартиры По дворе дома веселая компания запускала петарды Но Вася даже не остановился Как настоящий следопыт, мальчик стал изучать следы и скоро нашел то, что искал На снегу четко был виден отпечаток лошадиного копытца Вася опустился по следу И вот в соседнем дворе он увидел сани, запряженные тройкой белоснежных лошадей Откуда-то появился высокий, совсем еще молодой Дед Мороз В роскошной красной шубе и стройная снегурочка Вася кинулся к Деду Морозу Дед Мороз, Дед Мороз, ты чего натворил? От неожиданности снегурочка взвизнула, как девочка-старшеклассница А Дед Мороз с размаху сел в сугроб Ты кто такой? Как ты смеешь на меня, Деда Мороза, кричать? Мою внучку Снегурочку пугать? Я Вася, Вася Петров Вот кто я такой А кричу я тебе, потому что ты все подарки перепутал Кто футбол любит? Папа А ты кому билет подарил? Кому? Дед Мороз? Выглядел слегка смущенным Кому-кому? Маме Вот кому А мамину косметику? Ирке А ей только 12 лет Она накрасится, будет на чучело похоже Ирка-то косметике так обрадовалась, что даже про айфон забыла Айфон для нее предназначался, а ты его бабушке отдал А может Ирка и не забыла Она умная, сообразила, что бабушка в айфоне не разберется и все равно ей отдаст Вот к чему приводит безответственность, заявила Снегурочка Укоризненно глядя на Деда Мороза Это еще не все, мне вообще вон, бабушке на шаль досталось Вася аж задохнулся от возмущения Пришлось перевести дух Дед Мороз совсем сник и стал похож на провинившегося школьника Позор, возмущала Снегурочка Ты со своими стрелялками обо всем забываешь Вот и докатился Тут Васе, который сам увлекался компьютерными играми Стало немножко жаль Деда Мороза И он решил за него заступиться Знаешь, Снегурочка, ты это поосторожней Он тебе все-таки дедушка Нельзя так со старшими разговаривать Да какой он мне дедушка, ты что Мы с ним вместе в школе учились, в одном классе Только я отличница, а он троечник И за что мне такой Дед Мороз достался Теперь позора не оберешься Дед Мороз совсем съежился и паник И тогда Вася проявил великодушие Знаешь что, Снегурочка Каждый может ошибаться Он больше не будет Ты не будешь? Дед с надеждой посмотрел на Васю и закинул головой А ошибку мы исправим Я сейчас пойду домой, когда все заснут И я открою для вас окно А вы уж сами с подарками разберетесь Договорились? Дед Мороз и Снегурочка Обрадовались предложению Васи Вернувшись домой, он понял, что никто и не заметил ни ухода, ни возвращения Накрашенная Ира в бабушкиной комнате занималась айфоном Папа с восторгом наблюдал, как паровоз везет состав мимо семафора и будочки с человеком Мама с бабушкой смотрели по телевизору «Голубой огонек» Вася сказал, что хочет спать и скоро все семейство Петровых уже видало новогодние сны Вася спал беспокойно и проснулся первым Он поспешил в гостиную Ёлка темнела в углу А под ёлкой лежали нераспечатанные подарки Большая коробка с надписью «Васи» Коробка поменьше «Мами» Маленькая коробочка «Ире» Большой пакет «Бабушки» И конвет для папы Когда проснулись остальные Петровы, никто из них почему-то и не вспомнил событий новогодней ночи Как ни в чём не бывало, они накинулись распечатывать свои подарки Бабушка, помолодевшая от радости, накинула на плечи чудесную шаль Мама восхищалась новой косметикой Ира заезжала от восторга, увидев айфон А папа предвкушал, как пойдёт на футбол Вася, раскрыв коробку с железной дорогой, подошёл к папе и сказал «Давай будет эта наша общая железная дорога, хорошо?» «Вместе её соберём и будем играть» Папа явно обрадовался и пробормотал «Хорошо придумано, сынок, хотя я уже и вышел из этого возраста» Вася подошёл к окну Сияло холодное зимнее солнце На окне расцветали ледяные узоры А в самом углу замысловатыми буквами было написано «С Новым Годом!» Спасибо за урок Дед Мороз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!